20 лет добрых дел. Серпуховское отделение Союза женщин Подмосковья отметило свой юбилей. Праздник прошел во дворце Торжест Центральный, где собрались представители прекрасной половины нашего округа, члены организации и почетные гости. Галину Улиттину можно смело назвать основателя местного отделения Союза женщин Подмосковья. До его появления Галина Петровна уже возглавляла женсоветы и опыт работы у нее был колоссальный. Поэтому предложение Павла Жданова в то время действующего главы муниципалитета ее не испугало наоборот. Она стала активно привлекать всех знакомых женщин в общественную жизнь города. Это было 2004 год, 20 лет назад. Что-то трудно даже вспомнить. Но я сегодня подняла документы старые, посмотрела, что через совсем небольшой период времени у нас было уже в Союзе 104 женщины. Большой, было много руководителей, было много активистов. Да и сейчас женщины Подмосковья делают не меньше, как внутри организации, так и для города. За 20 лет реализованы десятки проектов. Большая часть из них стала многолетними. Одна из первых «Мир рукоделия» – небольшая выставка, переросла в ежегодный международный конкурс. А еще «Сундук добра» – благотворительная акция для нуждающихся, многодетных и малообеспеченных семей. Клуб исторических реконструкций, бал Победы и многое другое. Все эти проекты с каждым годом привлекают к себе все больше участников. Здесь будет присутствовать порядка 15 человек, которые в нашем Союзе состоят с первого дня, со дня основания. Да, остальные потом постепенно примыкали, вступали. Я не буду скрывать, конечно, кто-то отсеивался, кто-то не находил себя. Потому что, вы понимаете, здесь абсолютно неравнодушные, абсолютно такие вот заботливые, такие добрые женщины, которые всем этим занимаются на безвозмездной основе, в свое свободное время и зачастую, вот в последнее время, практически за свой счет. Совместный труд объединяет. Сейчас в организации более 80 женщин. Марина Батова к Союзу присоединилась два месяца назад. Перед этим я приглядывалась, я общалась с людьми, мне хотелось участвовать в жизни города. Я познакомилась здесь с замечательными людьми, которые меня восхищают. Мне хотелось быть вместе с ними и учиться у них. Большая часть работы Союза проходит при поддержке администрации Серпухова, местного отделения партии «Единая Россия» и сотрудников музейно-выставочного центра. Помимо проектов, женщины принимают участие в ежегодных городских субботниках и праздниках. Ваша организация объединяет женщин разного возраста, разного статуса. И это замечательно, потому что старшее поколение дает пример и учит молодежь быть добрыми, щедрыми. Женщина Подмосковья – это созвездие, которое не просто светит жителям города, дает тепло, но дает саму жизнь, воспитание, культуру, благословляет и сопровождает до конца жизни всех родных и близких. Огромное вам спасибо. На юбилее в адрес общественниц звучали слова благодарности от почетных гостей и единомышленников. Им вручали награды, почетные грамоты, благодарственные письма от депутатов Государственной и Областной Думы. От имени главы Серпухова Союз женщин Подмосковья поздравила его заместитель Татьяна Орлова. Вроде бы большой возраст, 20 лет, но это, наверное, только начало, это такая молодость. Поэтому я желаю вам новых ярких проектов, я желаю вам тепла, я желаю вам гармонии, уюта, мира в ваших домах, здоровья крепкого вашим семьям. Оставайтесь всегда такими же добрыми, отзывчивыми, целеустремленными женщинами, милыми, какие вы есть. Спасибо вам огромное. Цели, которые стояли перед Союзом в самом начале его образования, не изменились. 20 лет они верны тому, что поддерживает семью, женщину, материнство и, конечно же, детство.